Привет! Ну вот вы знаете, да, то, что после каждого моего практически ролика либо возбуждается дело на кого-то, либо пирамида разваливается, сразу федеральные СМИ цитируют, но что-то в последнее время ничего особо такого мощного не происходит, поэтому сегодня мы с вами обсудим, в какой жопе Балиновская оказалась. Аяс, Газмяс, про Кринжатину Косенко, про Ерика Гафарова Ням-Ням мы с вами тоже сегодня обсудим. И вы просто начнете путать берега от этих доходов. И была вскрыта переписка с видосами, с голосовыми. Да, блядь, пиздец! Ай, блядь! Про балабольство Кирилла Доронина в суде, вот с такими глазами, я не понимаю, что происходит, я никогда пирамидами не занимался, и в прошлый раз пирамида, которая у меня была, я тоже не знаю. В общем, я то признаю вину, то не признаю. Вот там у Алистарова в ролике посмотрите тогда, вот. Трейдеры где наши, не вижу. Не вижу трейдеров. Кто там еще не помню, потому что про Малиновского, Маша будет читать мне повестку дня, кажденькие новости происходят, и я буду давать свою реакцию. Будет полувлог, полу новости о мошенниках. Чтоб мы с вами просто не терялись. На лайте, поехали. Десять лет назад я освободился. Первую квартиру, которую мы сняли с Машей, здесь. Далее мы переехали в эту квартиру, потому что месячная оплата была на 5000 рублей дешевле. Я продолжал снимать свои выпуски. Эдуард, здравствуйте. Меня зовут Магомед. Магомед, мы с тобой встречаемся, ты ПТС берешь все, на меня машину переоформляешь, я тебе деньги под залог выдаю, и крутим сколько хочешь, главное 10% мне в месяц присылай, и все. Вообще, конечно, изначально были мысли жить в бабушкиной квартире, где я его здесь раньше, давно сидел с ней на лавочке, и куклу в руках держал. Классная фотка, да? Особенно кукла. А игрушек больше не было у других. Мне вообще казалось, что это лакшери дом. Потом здесь. А когда мы с Фридрихом нашли до семинаров и Юрки, где сидят ребята и слушают ту дичь, которую он им втирает. Сначала цель, ставку, потом путь. Это один из лучших семинаров уходящего года. Потом я переехал сюда. Как вы помните, даже ко мне в гости бородатые от Гафарова заезжали. Ну и отсюда у меня уже возникли мысли приобрести наконец-таки свое собственное жилье, потому что эта хата нереально была огромная, и очень много денег улетало, которые могли просто улетать в ипотеку. Я вам настоятельно рекомендую зарегистрироваться на площадке Ом-Кин-Ом. В итоге мы переехали в новую квартиру, наконец-таки уже лично в свою, и будем встречать здесь Новый год. Сейчас с вами выйдем на террасу. Правда, дверь не открывается, потому что там много снега, поэтому... До свидания. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки. Кстати, не забывайте про... Который совершил на меня нападение. Рано или поздно мы его обязательно найдем. Я еще не все паспорта проверил, которые мне предоставили, но вы все еще можете заработать 100 тысяч рублей за любую информацию о нем, о его местонахождении, либо о том, кто он. Пишите по ссылке в описании моему менеджеру, либо нам на официальную почту. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать, и все. Вот так вот выглядела гостиная в самом начале ремонта. Ну, не в самом начале, конечно, здесь уже много работ проделано, но тем не менее. Щелкаем пальцем. Оп! И, наконец-таки, ремонт готов с 52 года и 3 года после покупки квартиры. Наконец-то встретим здесь Новый год в своей собственной квартире. Делся вот так, конечно, ремонт быстро. Как шерчок пальцем. Но это тяжеловато, ребят. Студия подкастов. Кабинет. Студия подкастов. Можем даже записывать рэпчик. И прихожая. Много-много дверей за двери в потолок, я имею в виду. Картина, которая вам понравилась. Ну, короче, вы, наверное, это все видели уже. В итоге 10 лет с 2014 по 2024 я шел к этому, чтобы отметить Новый год в своей собственной квартире. 10 лет. И именно поэтому у меня для вас очень хорошее объявление. Да. Тема. Это мои ученики. Я уже рассказал вам свою историю успеха в самом начале. И сегодня я запускаю свой курс наставничества за 1 миллиард рублей всего. Да. Ты наставник наставников наставников? Ну, не только. Да иди нахуй отсюда. Отписка. Смотри, подошва. Пришла мне рассказывать. Будете брать? Как миллиард? Входит видео со мной на подкасте на моем канале. Там по 50 тысяч просмотров. И кружочки вот эти. Кружочки. Еще миллиард. На самом деле, смех смехом, но Косенко запустил свое наставничество, которое стоит 100 миллионов рублей. Это намного дешевле, чем у меня за миллиард. От недвижимости до своего наставничества, за которое мне платят 100 миллионов рублей. И вы даже сниметесь у него на канале подкастов, где тоже по 50 тысяч как у меня набираются рассмотров. Да. Наставничество сейчас входит три опции. Опция номер один. Это подкаст. Второе. Это совместный рилс наш с вами. Заебись. Четко. Причем он у себя в инстаграме, где он там 5 миллионов подписчиков или 6, или 7, или 157, не знаю, рекламирует свой подкаст. Люди переходят на YouTube и там 50 тысяч просмотров с миллионной аудитории. Потому что там индусы в основном. Поэтому если что, лучше ко мне заходить на подкаст, у меня хотя бы, ну, живые смотрят. А он в себе? Он в себе. Ребенок в снегу. И третье. Это три встречи. Две в офлайне и одна в онлайне, когда я лично с тобой разговариваю. И это будут лучшие вложения в твою жизнь. С вас его 2 миллиарда. А для супер лохов будут скидки? Накидки есть. Для супер лохов накидки. Накинут. Это будет бриллиант в январь. На 7 дней за 10 тысяч рублей. Да, вы не ослышались? Помните, я снимал про Ильюсу выпуск здесь, на понтонном мосту? Мост сдвинули, а Ильюса с места до сих пор не сдвинулась. В Дубае. Там-то не такой дуба, как здесь, поэтому снимать будем дома. Андрей, там Ильюса родила. Подписчики спрашивают, чё, как вообще, чё там? Я уже сегодня с утра реву. Ай, блядь. Родила Ильюса, лишь бы как Косенко не кидалась в снег. Хотя в Дубае снега-то нет, поэтому уже что-то радует. Я сама через это прошла, я понимаю, какого это. Я пиздец рыдала просто. О, блядь. Там у них переписка, да, эта всплыла? Кто-то вскрыл телефон их каким-то образом, Майк Лаур, что ли? Честно, блядь, я пиздец устала. И была вскрыта переписка с видосами, с голосовыми. После гвоздей Мяавитинда Гульна сказала, что будут появляться люди, будут всё это приходить, и как раз таки вот ты. Ты был первым человеком, первый опыт в моей жизни после этого всего. И вот оказался в этом причастен, участен Тавин Семенса. А ещё, говоря про то, что мы вчера с тобой разговаривали ночь, согласен с тобой полностью, и не. Мне нравится, короче, когда ты царапаешь яйца и жопу. Не знаю, если есть... Это некрасиво, да, поэтому я у себя это даже не публиковал, кроме сейчас. И спину. И ноги. Вот. Прям вообще так сидишь, лежишь. Не, ну там в переписке знаешь, что было самое главное, ребят? В переписке было видно, как они переписываются. Там есть чаты, как они переписывались в преддверии своего скама и в момент. Сейчас буду читать просто переписки. Давай. Тур выгодный за одного человека. Вы оплатите всего 20 тысяч рублей. Сколько? Ты держал? Да, у неё есть, короче, подруга Гульнас, которая с ней вместе эту турфирму держала. Якобы я там главарь секты, якобы я там человек-главарь пирамиды. Моя сфера ответственности это организация. Я думаю, что Гульнас и тебе всё звонит, потому что у нас расширение с двух сторон, распаковка, бейтам. Я вот тут сделал скрины, некоторые читают переписку. Я, короче, прочитал около 7 тысяч сообщений, чтобы взять оттуда самое лучшее. Для вас, мои любимые зрители, и для вас тоже, зрители мои. Серьёзно. Почему они не учистили? Это же стиратель. Иногда, когда скидывали скрины об оплате клиента, они пишут, это Альфия, наверное. Ну, то есть, они даже не знают, чьи деньги приходят. Настолько у них бизнес устроен. Понял? То есть, путёвку оплатили, они актуально. поток людей просто большой был в одном моменте. Да, и они пишут, кто у нас путёвки по 31 тысячи покупал из Крин скидывается. Они даже не знают, кто. По получению об оплате, да. То есть, ни учёта, ни химии. Да, а давали они путёвки, покупали они особенно тем, кто очень сильно ныл, либо возврата. Если сильно ноешь, они пишут, это самое психованное, короче, скиньте ей обратно. Прервёмся на важную минуту. Где проверять информацию? Где оставлять свои отзывы, которые не удалят? В случае, если вас кинули, например. Рейтинг обменников BestChange. Это мониторинг обменников всех, которые существуют. Вы можете найти там любого мошенника, написать комментарий. Но на первых местах, как правило, те ребята, которые работают достойно. Но перед этим вы выбираете критерии в левой колонке. Например, хотите поменять биткоин в правой колонке на USDT. И вам выпадает обновлённый, который обновляется постоянно, каждую секунду. Рейтинг обменников. Первое место, второе, третье, четвёртое, пятое. Нажимаете отзывы, читаете. Увидели мошенника, написали отрицательный отзыв. Отрицательные отзывы отмечены красным цветом, зелёным положительные, белым на те, которые модераторы ещё не ответили. И, соответственно, там вы можете понять, кому стоит доверять, кому нет. И открыто написать свой комментарий, который не удалят. Мониторинг обменников BestChange это лучшее сейчас есть на рынке. Ссылка в описании. Из-за своего эго запустило всё на самотёк. Моя задача делать продажи. Продаж нет. День в самотёк. По уши в долгах. Девочки весь день со своими работают. Гульнац занимается этим делом. А я, блядь, нюни распустила тут. Ну, то есть, короче, у них часто вообще не было денег, потому что у них вот эта долговая дыра образовывалась. Пока 79-й молчит. Ну, клиент, наверное, не знаю. Это же без имён. Комната для тренера готова. С едой как быть. Закажем. У нас и денег нет пока. Заказать у узбеков там же можно в долг. Короче, они еду детям иногда в долг заказывают у каких-то узбеков. Это своим детям. Да. Ну, то есть, короче, это к чему говорит? О том, что не всегда у них были там миллионы, то есть, они реально попадали там в долги уже заранее. Можно заказать Аязу две порции пельменей. Ну, я надеюсь, Шабудинову. Не тому Аязу, да, не на зону. Хотя вот его дела тоже не очень хорошо идут. Да. Получается, что взломали чат не Ильюсы, а Раушана и её мужа. Ну, какая разница, они все были в одном чате. И у него среди множества чатов был чат генмиллиардера. Это наставничество от Аяза Шабудинова. Странно, да? Значит, Аяз Шабудинов получается у нас наставник Урашана, также Урашана и Ильюсы наставник Гульнас, которая помогала им создавать турфирму. И Гульнас даже назвала сына Аязом, но я надеюсь, не в честь Аяза Шабудинова. Хотя, чем чёрт не шутит. И вот такое инфо-цыганское наставничество, которое якобы учат бизнесу пирамидально перерастает в наставники наставников, наставник других наставников и что получается? Аяза в СИЗО, а Ильюса в розыске. Вот это я понимаю, генмиллиардеры. Чат у них, кстати, называется Газун. Газун, Газун, не жары! О, бля! Можем всем хоккеистам типа продажу сделать, Гульнас пишет подруга Ильюсы. И потом типа всем хоккеистам специальный тур в Эмираты за 36 тысяч рублей в честь игрового номера Аяза. Ну, Аяза это сын, короче, там одной из подруг Ильюсы. Сколько сил в Аяза в плане хоккея? Там типа они вложили туда-сюда, долго думали, какую же цену поставить и решили, что возьмем игровой номер Аяза 36, типа по 36 тысяч рублей путевки. Да, только в течение суток вы сможете купить хоккей-тур за 36 на человека. Питание, проживание, трансфер, перелеты включены. А также большим подарком сделаны для вас автографы от обоих хоккеистов в Эмиратах. Ну, в Эмиратах это хоккей развит. Хорошо, что это не 777-то в Москва. А в чине часа поставь, пожалуйста, оплату. Типа пишет. А может всем спортсменам, пишет Ильюса, спрашивает в чате. Всем спортсменам мира? Чтобы объять еще больше. Хоккеистов, мне кажется, не так много. Ну, то есть они для... Узкая церемония. Да, да. Ну, согласись, мы с точки роста миллионы за сегодня не сможем сделать. Просто хоть как-то дыры закроем, хоть чуток. Это они по поводу хоккея вот эти дыры. То есть у них уже были долговые обязательства. Ильюса пишет. Ну, смотри, по сути нужен инвестор. Это уже позже, короче, там, спустя там несколько недель. Готовые идеи для бизнеса есть. Ну, типа все, мы в долгах, мы уже врюхались. То есть они ищут одну жертву, Да, которая типа все долги закроет, он скажет, блин, что-то как-то не пошло. Но сейчас мы выйдем, да. Все налажено. Все мы делаем. Единственное, чего нет, это денег. Сам. Гульнас пишет. Слоникое упущение. Да, Гульнас пишет. Нет системы. Каждый дурак будет покупать такой сервис за 35к. Ну, конечно, так можно любой бизнес открыть. Машину буду продавать по рублю. Только инвестор нужен, потому что денег нет. Мы сейчас в долгах. Нормально, гениально. Из одного кредитора в другой, говорит, лезем. Изначально я говорил, что эта идея, она как перевалочный пункт. Ну, типа, ну, мы сейчас в долгах лезем. Ну, это как перевалочный пункт. Зато клиенты-то будут. Не, ну, всегда удивляю. Эти люди очень умеют хорошо общаться, наводить контакты. Ну, найди ты инвестора и сделай нормальный бизнес, который тебе будет в чистую... Из одного, короче, кредитора в другой. Чтобы не быть должными людьми, кому должны, пойти в долг к туристам, пишет. Но дальше надо менять стратегии. Я про это говорил в начале пути. В начале пути, то есть она говорила, что, типа, в долг надо же к этим платить. Ну, как бы это было задумано. И отвечает, да, говорила. Давай я Герману позвоню, 200к займу и попрошу отсрочку на 5 дней с доплатой 50к. Объясню всю ситуацию. Короче, они как-то говорили, у них есть, типа, инвестор, который все это оплачивает и делает благо людям, типа, такой благотворительным. А кто тогда покрывал вот эти расходы? Ну, мы покрывали. То у нас были спонсоры. Понял. Поэтому они по 30 тысяч могут все путевки продавать. А судя по этим всем перепискам, которые я прочел, выяснилось, что у них не инвестор есть, а кредитор, который просто им в кредит дает деньги, например, миллион рублей под 5 тысяч рублей в день. А это, типа, как быстро? Ему вообще без разницы, чем они занимаются. Да, он просто этот микрозайм. А они считают его инвестором. Инвестор, который вам дает и надеется потом на выплату от бизнеса. А они говорят, ну, да, по 5 тысяч будем отдавать, типа, и все. В день. Я видео загружаю бомбалейла просто. Может, после этого продажу сделать. Дальше скидывают оплаты Тинькова. Конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Вот, это знак. Значит, реально, твой выход попрет. Типа, 86 тысяч кто-то оплатил, это 88. Типа, все, это знак. Это не знак, это то, что вы разведел. Ага. Вот, расходы иногда свои палят, там, полтора миллиона рублей в месяц. Гульнас пишет, каждый намаз читаю и приходят бабки. Прошу и приходят. Мы купили 9 билетов сегодня, ой, 8, половина из которых прямые. Она реально, то есть, как бы, религиозная, то есть, это не выдумка. Самый главный суд, это божественный суд. Понимаете? И какая разница, кто против нас, если с нами Господь? Она думает, что все, почитает намаз, приходят бабки. Не потому, что она истории записала, а потому, что... И сейчас я осознаю, мы делаем лучший сервис и можем еще лучше. Нет такого сервиса нигде. Нет. Нет таких условий работы. Нет. Лучшее место, это с нами. Мы можем действительно самое лучшее дать. Ей отвечает Илюса. Сразу пришло, чем дальше, тем хуже. Тем больше долгов, больше проблем, больше сил нужно, больше бессонов ночей и так далее. У каждого разное настроение. то есть, они осознают, что... А то есть, они вдвоем это придумали? Одна говорит, у нас самый лучший сервис, по 39 тысяч рублей, тебе все, и перелеты, и питание, а другая говорит, долгов-то... Так может быть, гульнас, там самый главный, главный адепт. Ну, опять же, страх дал свои плоды. Мы, Блэд, они часто не являли, а Блэд, мы, Блэд, настолько сильные, что в моменте все можем угробить. Как создали, так и разъебали, пишет Илюса. 32 тысячи рублей кто-то на Тиньков скидывает, и Илюса отвечает, может это... У нас сегодня был кто-то, кто оплачивает 32 тысячи? Здесь такая вставка Тинькова, знаешь? Сомнительно, но окей. Каким образом они делали эту выборку? А я сейчас тебе объясню, вот прям как раз следующее, Гульнас там пишет, подруга ее. В итоге по вилам все идеально, все пришло в норму. По билетам осталось купить, у кого горит. Короче, у кого горит, я так понял, вот они брали. Дальше снова они, значит, присылают скрины, как они отправляют Мансуру, у которого они денег в долг брали, там 16 тысяч ает, 4 тысячи ает, что-то там. Сколько у нас остаток, может хватит на два билета, то есть у них иногда даже не хватало. И тогда сегодня вообще бомбало его. Не жизнь, а качели. Да, скидывают они, значит, сколько у них подписчиков, говорит, ой, класс, у меня уже 173 тысячи подписчиков. Блин, столько подписчиков. Вот, смотри, прикинь, сколько халявщиков прям нырнула, когда путевки стали по 10 тысяч подавать, у нее прям сразу бааааа, представляешь? Какую карту дать еще можно, а? Какую карту? Какую еще? Подвести, под мошенничество. Там та оплата, которая в ожидании стояла, в итоге возврат прошла. Карта. И они просят другую карту. Может, Ильюсы карту? Да, давай, сейчас поищу. Да, давай, на, вон, лови. Мы полмиллиона сделали. Может, два дня, когда мы тут продавать тур за ту цену, которая есть, типа 110 тысяч, стандарт 200 тысяч вип-тур. Ну, типа они хотят продавать за реальные цены. Это видишь? То есть они сами признают, может быть, продавать тур за ту цену, которая есть. Не за 10 тысяч, а за 110. Очень много людей будет смотреть. А потом, когда приедем, если не будет особо продаж, сделаем скидку на столько процентов, сколько в нашем регионе градусов. Я думаю, продаж нет, потому что нам хотят уже все сказать, типа повышайте цены. Дешево продавать, вам уже не благо. Уйдете еще больше в минус. А еще же билеты капец дорогие становятся, тем более убыток будет сильный. Ну, то есть они такие, может, нам уже намекают, типа зрители, что... Да, курс уже, говорит, 26,2. Люди ждут, волни не ебать. Равшан пишет, ебать. Только может перестроить идею, например, да, типа все хотят уехать из России и на этом играть. Типа этим людям. Рассказать мой личный опыт, что я вот убрал из головы войну и мне все равно где находиться. А им тур продать. Гениальная идея. Это Равшана. Обращайтесь. Номер 57573257 8800 бесплатный. Нормальная идея? Да, давайте. Дело вот в чем. Мы нашли очень выгодные предложения по съему Вилл. Но надо сразу отдать за съем. Мы можем частями понемногу, как понимаешь, но так они не согласны. И мы решили обратиться к тебе. Нам надо 2 миллиона 820 тысяч рублей на 6 месяцев долг с учетом того миллиона 180 тысяч, который вы уже взяли. Но понимаем, что для тебя тоже нужен какой-то хороший интерес. Что если сделать так? Мы берем на 6 месяцев у тебя 2 800 и выплачиваем 12% каждый месяц. А миллион 180 возвращаем через 3 месяца под 12%. Ну и по поводу гарантии. И ты, и мы уже знаем, что достать нас несложно. Он намекает, ну что достанешь нас? Да кому-то нужен дырявый с дырявыми карманами, хотел сказать. Итак, если что, паспорта тебе отдать можем на время долго. Действительно, паспорта. Мы тут из России умотали, поэтому лишь у паспорта за 2 миллиона хочешь? Заберем. Просто новую потом перезакажем. Мы тебе про это не скажем. Вот. И такие, конечно, вообще машины. Зачем они вообще тогда это опять хотят снимать эти дома? И пишут, и пишут, в итоге я на 4 миллиона расписал. Нормально? Ему уже надо отправить это предложение. Он сейчас пишет предложение, который готов отправить, согласовывает его с Ильюсой, со всеми. Он прям горячий, уже написал мне, напомнил про предложение, типа сам напомнил. Гульнас пишет, читаю. Равшан пишет, можно сделать на 10%, я думаю даже. Гульнас пишет, да. То есть, его тоже кидают, ну просто они пытаются из него выжить все, и типа, что паспорта наши забери. Артем нам не отвечает, потому что это неблаго, а Герман сам уже требует условия. Не торопись, у обоих возьмем, если дадут. Обоих возьмем, если дадут. Ну типа, если этот согласится, то все бери бабки, короче, все же есть. Все деньги пока освоены в проектах. Я готов предложить 1 миллион рублей, это он нам отвечает. Под 5 тысяч рублей в день. На какой промежуток надо обсудить, чтобы я не выдергивал их, а просто знал, когда получу обратно 1 миллион рублей. К примеру, каждый понедельник согласовывать следующие 7 дней без изменения цены и 180 тысяч рублей сегодня переводом. Пока готов сделать только такое предложение. Если так выйдет, что у меня появятся свои свободные средства в пределах запрошенных сумм, то я без проблем сообщу тебе об этом. Так как я ожидал сегодня все деньги, Герман. Ну типа, он сегодня обещал возврат, а они говорят, да еще. Да. Потом снова, 31 тысячи рублей, какой тур продавали? С этим туром вообще не пошло все время забывать. Да, да, да. Переписку скидывают. Здравствуйте, хотела бы узнать про ценообразование тура. Я просто смотрел перелеты, они стоят от 20 тысяч на человека в одну сторону, а у вас 47 тысяч на двоих с перелетами. А ей отвечают, здравствуйте, мы такую информацию не даем. Она скидывает эту переписку в чат и дополняет уже для своих в чате. Ценообразование, блядь. Ценообразование, она, блядь, хочет узнать. Потом, короче, они скидывают переписку с этим инвестором, которого они называют инвестор, на самом деле это просто чувак, который дает им деньги в кредит, который видит, я так понимаю, кипиш, сумма растет, деньги ему они не отдают, он им ставит условия, давай договоримся так, сейчас я отдаю и дальше мы начинаем полностью закрывать. Типа, все равно последний раз дает, а работу приостанавливаю, типа, пока. Вот, он пишет, да-да-да, понял. Он скидывает в чат, денег даст нам и пока работу приостановят. Потом переписки. Отправьте деньги, пожалуйста, мне кредит надо платить, вот, цельный знак. Потом, гендер-пати в другой стране устраивать, карты работают, а как мне вернуть, ничего не работает, и вы разбираетесь. Это кто это? Это просто подписчица спрашивает, деньги верни. Она скидывает этот скрин и пишет в блок. Да, ладно? Да, блок ее. Типа, короче, прикинь. потом они скидывают, где женщины разные, тоже возмущаются, записывают в сторис и отмечают их. Вот, я не пишу, не отвечай, не отмечай, мы переросли, это просто мусор. Да, ни хрена сик. А как они пытались дальше это разрулить, если люди уже в открытую пошли, если он заблокировал, это же продолжали продавать. Да, но люди приезжали, все равно они, да, они это показывают, типа движ наводили, разные, типа. Охотники, то есть парочка охотников, шли на след газели. Газели здесь, кстати, очень такой популярный живот. Газели популярные животные. Вы тоже имеете в виду. Популярные животные в Абудаби получается и... Газели получается животное, оно здесь в Абудаби, и получается оно животное, и... А он, типа, гид у них. Ну да. Сейчас я по порядку пишу уже всем, можно сделать по три аудио, блядь, каждому. Ну, типа, они говорят по три аудио, каждому надо отвечать, тогда люди будут успокаиваться. Вот, но я думаю, после этого мы точно поймем. Да, да, да. Да, да, сейчас успокоим этих, и на спокойную голову дальше. Только пусть Равшан запишет тем срочно. Он ушел, деньги за еду передавать. Пока не можно записать. Ну, типа, Равшан записывается, человек успокоим, и все, и со спокойной душой мы дальше идем. Типа, она уже решила, что если по три аудио отправить, то есть все будет нормально, дальше газуем. А дальше скрин, анализ финансов, в августе расходы 8 миллионов 600 с чем-то тысяч, то есть они уже начинают расти, расти все сентября, они уже склопнутся. А они куда-то тратят? Да, да, то есть я заметил тот факт, что они реально... Ну, то есть людей они тоже возили. Возили по максимуму, в долги влезали, это в день лям. Но она говорит, что это один из самых дорогих сезонов будет, дорого. Уже на ноябрь стоит билет 2300 ает за базовый пакет. Это пишет Гульнас, которая считается главной в турфирме, что у кого-то она спросила, что оказывается, на какой, на ноябрь, да, самый там дорогой сезон будет. Они, то есть продают ту путевки и не знают, что сейчас цены вырастут к Новому году. Ты представляешь? Блин, что делать-то, я говорю, давайте хотя бы 1000 ает на человека договоримся. Я постараюсь с Дин, но не обещаю Дин. Но тут им, короче, делать дешевые путевки, я так понял. Ну, не совсем дешевые перелеты, но по 20 тысяч. Так, перелет 25 стоит, а они им по 20 делали. Но радует, что у них ручная кладь 10 килограмм. Идет, оказывается там туда-сюда. Ну, в общем, они советуются. Дальше они упоминают моего хорошего друга Раиля Бектагирова, скидывают его Инстаграм и пишут Блетт. Я тут кому только не писала. Хочу ему, но он опять пошлет. Видимо, он уже их посылал. Возможно, смог бы как-то поддержать. Создал бизнес тут, в Дубае. Нельзя, мы же договорились, никаких татаров, пишет Гульнас. Странно. И Люси. Ага, ни в коем случае. А сейчас он не напишет, почему они бы говорят, что к татарам не обращаться. Да он, скорее всего, не в курсе обо всем этом. Давай мы напишем. Даже если не в курсе, завтра может обернуться так, что среди тех людей его родственники есть. То есть, они уже обсуждают, что среди тех, кто отдает деньги. А они, подожди, они и своих местных, и татар всех кидали. Так они же им башку. Они кидали, в основном, в принципе, татар. Но за долгами, в долг денег просить, говорит, к ним не обращайся. Вдруг у них родственники есть. И вот Гульнас пишет, ни в коем случае, ни в коем. Окей, пожалуйста, Люса, не пиши, кому попало. Только тут, только англоязычные. И только совсем не знающие татарского. И только далекие от Татарстана. Написала Кристине, она из Краснодара. Блин, играем с огнем. Не пиши никому больше. Я сама. Нельзя писать, кому попало. Нельзя. Как вы не понимаете этого? Сейчас за ужин, чтобы платить. Карты надо платить, но это уже другое. То есть она прям признает, что она обманывает людей капитально. Полное. Здесь она прям это признание, потому что я реально кидаю людей. Идеи. Первый вариант это, попросить Германа. Но есть риск, конечно, что он в курсе всего и может не дать. Ну, типа денег, может быть, не даст. И второй вариант, это богат. Да, он сволочи гнида, но мы уже с ним имели связь. И он нам давал. Просто нам сейчас нужно время встать на ноги, когда мы будем заниматься делами. В судороге опять не будем искать. На какие на ноги встать, в больше долг попасть. Мы даже не можем стратегии придумать какие-то, потому что каждый день нужны деньги. Кто хотя бы у нас будет передых. Богат тоже может дать. Смотри, сейчас нужно делать все максимально осторожно. Герман-то вряд ли, вот Герман вот вряд ли. То есть у них несколько этих мансуров, Герман, как я понял. Они всех кидают. Они в долг, в долг, в долг они берут. Получается, у одного взяли, у одного взяли. Ну, паспорт могут дать, что-то не забывай. Очень удивительно, почему люди им дают такие суммы большие, обычные, которые раздают под проценты, они всегда что-то в залог берут. Богат это, конечно, хорошо, но не забывай, здесь ты больше проиграешь, чем выиграешь. Сейчас я объясню, почему. Лучше действует медленно, но верно. Вчера я говорила с Сапаем. Он возьмет кредит на депозит. Сколько дадут, не ясно. Сколько дадут, столько возьмет. Илюса пишет. Но нам до обеда нужно сейчас 365к. И за еду сказки. Поэтому надо вот это у кого-то родных найти. Далее идет переписочка с Эриком Гафаровым. Представляете? Я ошибаюсь. Да. Вот это поворот. Да. Вот это поворот. О, великий гуру. Да, Эрику Гафарову пишет. Пока он первый отвечает «Привет, привет, привет». А, значит, они первые. Ну, типа, они написали тему. Он говорит, тема. Милицию замели, дьяволошки вот. Они ему пишут. Короче, такая тема. Мы в Дубае развивали туризм. Давай, как они будут говорить. Делали все. Более полторы тысячи человек отдохнули у нас. Ну, врет, полторы тысячи, конечно, там нет. И далее пошла волна хейта. Блин, с чего же она пошла? Это непонятно. Заблокируй. Что вот дешевые туры пошла волна хейта. Да. Так невозможно. Это все пирамида. Лицензия у них липовая и так далее. И такую передачу про нас сняли и показали по всему РТ Республики Татарстан. И люди топами начали делать возвраты. Типа, мы не полетим, мы мошенники. А, вы мошенники. Естественно, это уже крупные размеры. И сразу махом все вернуть никак. А они все требовали и делали, оформляли возвраты. Из-за того, что мы не смогли, они все сейчас на нас пишут заявление. И статья 159-я часть 4. Мошенничество. От 6 лет. Плюс нас 5 человек и могут ОПГ сделать. 210-е разогнать. Видишь уже. 210-й Эрик разогнать могут. С четками такая уже сидит. Вот так их пошла крутить. Я здесь за эту улицу стою. Пацаны, мне все. И я все, пацанам. Кто меня знает, тот в курсе. Так не бывает, Жиган. Иди ко мне. Будешь правильно жить с понятием. Отвожу тебя от станка. Не знаем, что делать. Хотели поговорить по этому поводу. Ты же вроде по этой статье проходил. Поделись опытом. Ты вроде тоже по этой статье проходил. Ты свой. Сначала у тебя такая же тема. Мы вот честный бизнес разгоняли. Ты вроде по этой статье проходил. Для нее эта тема это та же самая статья. Эрик отвечает. Да, у меня грандиозный опыт на эту тему. Может созвонимся? Консультация ням-ням. Консультация тысяча долларов в 45 минут. Эрик, тысяча долларов в 45 минут. Предприниматель до конца. А почему не 47 минут, Эрик, за 1100 долларов? 45 минут тысяча. Почему 45? Урок в школе, что ли? Не понимаю. Аха-ха-ха-ха-ха! Отвечает Алиса. Поняла. Найдем столько. Напишу тогда. Эрик отвечает. Ням-ням. Я потратил больше миллиона долларов на юристов на эту тему. Поэтому цена символическая. За 45 минут. Что-то такое. Как-то юристы не очень хорошо поработали. Видимо. Да-да, я поняла. Мы в такой жопе, что даже ни рубля сейчас в кармане нет. Нам со всех сторон прикрыли кислород. И на туризме мы только зарабатывали. И сейчас даже этим заниматься не можем. Эрик отвечает. Ням-ням. Жизнь вас проверяет. Ням. Уже проверил, ёпта. Конкретно да. Дальше. Эрик Гафаров у себя публикует пост о том, то, что там друзьям дали очень много лет в тюрьме. Все прочее. Они это скидывают у себя в чате. Ну, типа, вот, смотрите, что нам грозит. И боятся, типа. Показательный пример. Да, то есть они не понимают, что им дали пожизненно за перестрелку, за все прочее. Они такие, о, нам тоже грозит пожизненно. Дальше они уже скидывают в чат мой ролик. А, точнее, они скидывают скрин, где некий Ильнар Идрисов, их друг, скидывает им мой ролик, а они ему в личку отвечают. И ты туда же. И скинули они это к себе в чат. Ну, и все. И вот тут я последний скрин нашел. Самый интересный, наверное. Гульнас пишет. Значит, что экстрадировать можно только после Интерпола Мини. Они почему-то меня всегда пишут Мини. Мини. Мини можно экстрадировать только после Интерпола. И Люса отвечает. Ну, сказала, тоже быстро сбежать с одним чемоданом пришлось. Все деньги были вложены туда, Ди. И далее очутились тут. На билеты и на один месяц проживания потратили сбережение Ди. У них еще двое детей. Родители тоже не одни. Да. Так что это нам в ближайшие годы не грозит. Если нас отсюда не депортируют. А если мы полетим в Аргентину и получим там гражданство, хуй тебя кто тронет, пишет Ильуса. Но в Россию путь закрыто. Но вот что будет реально Самбель Белен Абы Белен. Перейдите в комментарии. Зачем она, кстати, ребят, пишет половину по-русски и половину по-татарски? Я вот, например, не понимаю. Это же сложно очень. Потому что мы с вами не будем общаться половина на китайском, половина русском, половина русском. Тут еще веселее дела. Алина Расре что опять пишу в бух я рад таких в ЛДН Турцию Блед не знаю НД напиши Максиму А они-то хоть заработали на этом или они просто в минус короче мое мнение что они сейчас в долгах у них если остались какие-то деньги я думаю уже все уже все потрачено они сняли на окраине Дубая в таком себе райончике очень такую дешевую виллу где не было мебели все покупали это в предыдущих роликах рассказывали я короче думаю у них денег нет сейчас вообще ну в общем на выживание денег осталось и только-только она родила да короче вчера тебе забыла написать афблять сказать сказать после твоих слов когда тебе стало неприятно после тех слов когда тебе сказали типа вот этот человек он как раз таки сам хочет так же жить как и ты ничем не заниматься как он сам сказал да и как он сам сказал вот он сам так же хочет поэтому он так и написал в том что он сам блять пашет как папа карла бракуя брэр обойда кутэссигалепшли вот и хочет так же жить как ты вот 6 months later жили представляете жили практически неделю без воды без электричества жара была вообще невыносимая помните да вот сидели вот здесь вот мы кушали мы платим за целый год 70 тысяч дирхам это вот на каждые два с половиной месяца по 400 тысяч рублей заебись четко только мы с вами про Элису заговорили как ее уже объявили в розыск за путевочки за эти по 10 тысяч рублей которые не состоялись блять я заплакал да блять пиздец хотя я почему-то думал что ее давно уже должны были объявить федеральный розыск я думал что это уже международный но пока только федеральный я даже не знаю у кого лицо лучше у нее или у Аяза Шебуддинова но явно что станков у Аяза нет блять габить нельзя ежи наводишь надо уколы скорой буду просто с соской нет я и так соска так-то так-то не буду а я и есть соска сомнительно но окей я вам так могу сказать как следелец когда ты запускаешь вот так бороду ты явно он просто забил болт на все он сел и думал сейчас через два дня отпустят сейчас братан побрейся дай станочек новый да не я буду бороду отращивать ну два варианта либо он просто запустил себя либо он играет мученика такие волосы борода он приходит в суд и говорит Ильюса все с ней нормально я сам летал за 10 тысяч рублей постоянно вот у меня фотки в инстаграме посмотрите точно скажу что заключенные следят за собой и даже если у тебя нет станка тебе его дадут ваше мнение в комментариях играет мученика чтобы вызвать жалость или просто забил болт все закончится плохо я знаю надмена я думал прости но слишком жестоким да ребят здесь короче бардак показывать не буду потому что мы сейчас будем подготавливать квартиру к новому году у нас в общем такая история строители убежали и мы тут пытаемся с новыми мастерами сделать историю вот он в общем пока сделал так завтра еще какой-то слой декоративной штукатурки и потом уже будут будет сам рисунок наносить и подсветка снизу пойдет и все и мы вешаем телевизор сюда большой красивый телевизор сделали стену до конца доделали повесили телевизор мне конечно кажется что он высоковато может быть чуть пониже хотя если вот здесь станет специальная деревянная полочка такая полукруглая и все вот это вот туда уберется то будет я думаю красиво декоративная штукатурка здесь вот так под стиль лофт получилось наверху под дерево там подсветка и вот здесь у нас диванчик такой большой 4,5 метров и вот такая кухня совмещенная с Машей кухня совмещенная с Машей сейчас это будет сложно ребята сразу говорю давай еще будем снимать смотрим видишь что там да ага закрылась ты потихонечку откуда снег мы не выйдем я тебе говорю через крышу надо лезть вот он а что потихонечку смотри докуда ты видишь как ты вылезешь аккуратно знаете что это это обогреватели летние которые у нас были со снегом наверху это кондиционер водой теплой полить Маш там слишком много если только открывать окно спрыгивать в снег прикинь так у меня есть идея Маш зайти вот в эту комнату где у нас пока склад вещей подобраться к окну и с окна там есть край террасы на которую можно залезть с детской далеко там терраса есть я смогу давай кубку давай кубку ты учти там у нас всякое брахно стоит внизу ничего здесь не стоит а я же вижу глазами своим начинаются эти женские движения ребят побег из шоушенка сегодня буду мне надо без нее спрыгнуть а ты не спереди потому что она не утопит держи камеру код не надо ничего кого не надо во все уже все уже тему тема может давай я прошел куда все ребзя я здесь я проник точнее выник я выник главное не взлет никогда ничего в снегу лежали ребята ой не ну тут конечно да посмотрите ребят что здесь происходит это просто жесть смотрите это охренеть все проход закрыт охренеть вот там пустыня не дубайская а российская вот здесь нормально прикиньте потому что как так и так короче там где я шел думаешь нормально а вот где терраса у нас там жопу полу это что у нас вообще это щетка начинаем работать так сейчас я сделаю кое-что поставлю вот сюда далее марш пропала марш марш пропала марш Эй, я уже открыл дверь. Веником, ёпта, щёткой. Ребят, расчищал. Убегай, индиагурца твоя. Как вам такой контент? Зимний, жизненный, прожили-были. Как раз ответил на вопросы, что мы будем делать здесь со снегом зимой. Тихуя не будет. Давай, беги резко, побежал. Я на скорости вокруг тебя рассмотрел, только ты ничего не знала, а ла-ла-ла. Офигеть. Смотрите, ребят. Да ну, нафиг. Надо ёлки ставить. Смотри, какие там дырки. А? Вот, видите, мы заделали снег. Точнее, этот, щита стену нашу. А я хотел по лестнице, Маш, спускаться с крыши. Смотри, лестница-то закрыта. Давай, может, что-то графируется. Это просто невероятно. Не, ну круто. Мы хотим, короче, здесь прочистить. Лопату надо купить. Поставить ёлочки сюда. Да, да. Ну, какая высота. Просто, чтобы вы понимали, какая высота снега. Давай, не трогай его просто. Чисто рядом. Прикольно, да? Тут вообще, представляешь, ветер дует. И вот так вот нагнал. А вот это то, что он снимал из окна. Снегом дикнул. Хех. Сейчас по пояс провалится. Потребовался. Горбу можно залезть и кататься. Ну что, пойдем в квартиру или что? Так, надо теперь кроссовки не потерять. Ну что, вы понимали, здесь можно Альпу свою устроить. Катите в Калуге Альпы, звоните мне. Все, вышел. Офигенно. А там нету, да? Чего? Снег. Есть. Ну, я спокойно обходил. А знаешь, почему? Ну, кстати, я не знаю. Ась, ветер. От ветра зависит. Снег вот я обходил. Очень круто. А я забыл, что она изнутри открывается рукой. Я тебя звал. Здесь у нас теплый пол подогрев. Естественно, стегнулся туда. А он растает. Может, это шнег. А он растает. Что с ним будет? Ребята, вот хозяюшка. Видите? Наводит порядок. Андрей, что с Финиковым? Что с Гафаровым? Это самый частый вопрос, который тебе задают. Гафарову стало плохо в его новом пентхаусе в Гааге. Он переехал в Гаагу. Поближе, наверное, к Гаагскому суду. Что в Гааге его спасут. Стало плохо. И даже некому было вызвать скорую. Видео? Ну, я фотографию даю. Я сам еле-еле вызвал. Стало плохо. Рассказываю историю. В общем, мы остановимся вот в этом отеле Мариот. И я еще пока вниз спускался. Ну, во-первых, лифт долго ждал. И там два дядьки заходят. Я еду в нем. Считаю бейджики у них. Вижу, что они из Чехии. И на бейджике надпись Европол. Ну, типа это Интерпол, так европейский. Я думаю, опа. Здрасте. Вот. Потом, ну, докопался до них. Говорю, а что вы тут делаете? Он говорит, а у нас, говорит, тут штаб-квартира Европола. Самое главное, вот эта вот башня торчит зелененькая. Вот. Это штаб-квартира Европола. Ну, он надеется, что его подельники Сухоплюев и просто друг его, да, этот, Филиппов, что он там говорил, скоро амнистия, и мы освободимся. Ну, и вот, дедушка Ататюрк завещал на столетие республики сделать много вещей и в том числе, в том числе выпустить всех заключенных. И это и к чему? К тому, что сегодня есть шанс, что если все это правда, то наши зэки вернутся домой. Прикиньте. Вовка и Коля, этот, ну, все, в офис на работу. А ты, блин, три года в офис уже не приходят. Ну, не три, два с половиной, но... Вот. Так что молимся, что сегодня Эрдоган выйдет, скажет про амнистию. Турецкий, это называется ОФ. Но амнистии так и не было. Все даты прошли. Вот. Возможно, они, конечно, сейчас переиграют суд. Опять же, не он, а те подельники, которые участвовали в перестрелке, совершенно другие ребята, да, которые к пирамиде не имели отношения. Вот. У них суд пересматривается, соответственно, автоматически пересматриваются суды у подельников Гафарова по пирамиде, вот Сухоплюева и Филиппова. И если этот суд пересмотрит, дело как-то развалят, то тогда Сухоплюев с Филипповым тоже под шумок выйдут. Но это не заслуга Гафарова. Это заслуга тех, кто наводит суету сейчас за тех ребят, которые участвовали в перестрелке. А перестрелка, я вам напомню, была как раз-таки из-за долгов Гафарова. Так что вы можете посмотреть первоначальные выпуски, там отдельные плейлисты есть по Гафарову и понять. Поэтому, в принципе, шанс на освобождение у них есть в этом году, но очень сложный. А про амнистию можно забыть, все, ее не было. Так в тюрьме, кстати, все говорят, скоро амнистия, скоро амнистия. Вы че, Россия, любишь медок, люби холодок. Ну, там, если нам удастся их вытащить условно за, там, за пять лет, за три года, то это лучше, чем 36. А финикийцы, че, суды и скоро начнутся, там, у Доронин, у всех остальных. Кого я нашел, нашел, не депортировали, пока не депортировали. Доронин сидит в СИЗО. Некоторым мне пишут, что Доронин не в СИЗО. Его там где-то видели. Это вот сериалы по НТВ, видимо, пересмотрели. В СИЗО он сидит. Вот у Лилии Януриевой уже начались суды по делу Финика. А Лилия Януриева – это та самая десятая звезда Финика, которая завлекала не то, что простых людей, но и бабушек. Причем сама про это рассказывала. Кстати, у меня Финика подписывают под меня бабушки. Ну, взрослые, пожилые. И приходят, начинают там… А, кстати, у них как раз-таки деньги есть. Они всю жизнь копили, а у них есть и на индексе, и на все остальное. Понимаете, суд? Вызвала большой резонанс она своими вот этими заявлениями и оказалась в СИЗО. После чего в начале сентября 23-го года ее выпустили по домашний арест, потому что она пошла в сотрудничество со следствием. И вот начались суды. В суд она является, конечно, с бледным видом. Гусина газета «Бизнес-онай». Хотела спросить, чего ожидаете от вас особо? Все, что я хотела сказать, я сказала на тапе расследование. Ждем приговор, спасибо. А вам удалось деньги вернуть, которые вы вложили? Вы когда вас арестовывали, сказали, что потеряли десятки миллионов. Все понятно, конечно, потому что, как сообщает «Бизнес-онлайн», ее обвиняют в ОПС. Это 210-я статья, часть 2-я и 4-я часть 210-й статьи. Также и мошенничество, да? Самый большой срок по обеим статьям – до 10 лет. В случае досудебной всей этой истории, да, она может получить до 7 лет. Но я, в принципе, так и думаю, что она получит 5-6. Справедливо ли это? Пишите в комментариях. Но я думаю, что настоящей несправедливостью здесь является совершенно другое. Лилию Нуриву, например, да, обвиняют в том, что она распространяла недостоверные сведения о возможности получения, значит, заработка от 1 до 5% в день с гарантией возврата средств через платформу «Финника». То же самое делал известнейший рифовод Айрат Мусин. В пятницу вечером я закинул «Финника» 53 миллиона рублей, потому что я знаю то, что это флагман, потому что, ребят, есть понимание, как генерятся деньги. «Финника» начинает свой масштабный план развития целую гегемонию. И вот, блядь, рифовод, блядь, у тырых, сука, у тырых ты, блядь, полгода, блядь, нахуй, год, блядь, это там второе, блядь, финника, нахуй, и так далее, и так далее. Вот этот, блядь, черт, сука, еб... Вот они, блядь, говорят там доверчивым людям, у них у кого-то есть определенные, сука, договоренности, блядь, нахуй, с админами, блядь, там, не знаю, чечены, дагестанцы, просто похлеборезки, сука, нахуй...» Который сейчас находится дома, и никакого уголовного дела на него не завели, более того, Арат Мусин прямо сейчас продолжает впаривать новую пирамиду с гарантированной ежедневной прибылью. Даю комментарий к предыдущему сторису. Что такое EntryMax? EntryMax, ребята, это позиционный робот, который торгует как трейдер, с доходностью 10-25% в месяц. Это не сетка, это не Мартин Гейл, это не весь тот шлаг, из-за которого просто был выжжен этот рынок, из-за которого все пострадали. Сегодня мы залили на него 79 тысяч долларов, ребят. Вы хоть представляете, сколько будет насыпать Робофорекс? Депозиты будут приносить вам деньги. Реферальная система Робофорекса будет вам насыпать. И вы просто начнете путать берега от этих доходов. «Ты врешь, сука? Он в гостинице сидит, жопа прячет». «Долларов!» «Кинуть хочешь, не получится». «Яйцо сломаю». «Слышал?» «Слышал? Слышал? А хер ли толку?» Многие любят такие коллекционные вещи. Супермен, который превратился в зомби. А это Бэтмен. Лего-конструктор. Очень сложный, видите, с 18 лет. Я не помню, не знаю, что вот это. Наверное, количество деталей. Это, в общем, такой дом Бэтмена. Слушай, вот видите, он так раскладывается, разбирается. И там много всяких движух. Но я буду собирать его. Маша, вообще, хотел собирать. Не знаю, что получится. Хочу, чтобы конструктор на наши деньги, на российские 50 тысяч рублей стоит. Просто решили заморочиться. У нас, в общем, Новый год. Впервые с Машей в квартире. В нашей. Постепенно сервируется стол. Ну, я думаю, будет все отлично. Здесь мы вот такой обыграли. А, ну вы видели, я вам уже показываю. У меня кровь из ушей идет. Ты вот сидишь, такое хорошо завтракаешь, в тепле, а кто-то сегодня уже дома не позавтракает. Такая, как Блиновская. Блиновская в СИЗО. А принеси мне ноутбука, я буду как раз читать им это. Вот. Там адвокат, что Блиновская что-то сказала. Надо посмотреть. Я начал смотреть, а не досмотрел. Короче, Блиновская уехала в СИЗО, потому что нарушала режим домашнего ареста. Я сначала подумал, наверное, за хлебом ходила. А на самом деле она позвала друзей. Началась вечеринка. И среди этих друзей был следитель. Прикиньте. Вот. И поэтому прокуратура сказала, погулял нормально в СИЗО. Как прокомментируете сегодняшнее изменение меры пресечения? Как я могу прокомментировать? Как простый человек, я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна до приговора суда. Тогда женщин будет использовать и знать о том, что они до суда не могут сидеть и будут совершать преступление. Такая суровая мера, она избирается в исключительных случаях. Ну, ей не дали СИЗО до суда. Ей дали домашний арест. Оснований в настоящем случае не вижу. Скажите, а Елена вообще ожидала, что все-таки будет такой приговор не в ее пользу? Мы ехали сегодня на допрос. Приехали на допрос совершенно спокойно, как бы готовились к этому допросу. Нам предъявили обвинение и привезли в суд. Просто коллеги не дадут, наверное, собрать. Мы увидели сумку, привезли. Это все-таки означало, что она уже готова, видимо. Нет, как только. Баул уже собрали, короче. В котором мыльно-рыбная там, станки. А, есть же это станки. Станки. Ребят, я ни в коем случае не злорадствую. Ну, просто, ну, как бы они приехали уже сумкой. Вот. Чего говорить. Мне стало понятно, что этот вопрос будет рассматриваться. Мы позвонили Алексею и попросили его привезти вещи, потому что исход был непонятен. И, соответственно, как бы... А вы сами чего ожидали? Если честно, то я ожидала, что суд откажет. Но нет оснований для изменения меры пресечения. Их нет, правда. А Елена была в шоке? Ну, как вы считаете? За меры пресечения наблюдает УФСИН. Есть два документа от УФСИНа и в материалах дела. И ответ на мой запрос. Единственным нарушением меры пресечения являлось общение с одним из свидетелей. Других нарушений нет. Есть официальные документы. Чего бы следствие сегодня не говорило, оно решало свою задание. Нет, ну, если есть такой пункт в нарушении, в меры пресечения, что нельзя общаться с свидетелем, потому что ты можешь с ними договориться, то значит, это нарушение домашнего ареста. О чем вообще может быть разговор? О, в детском меры пресечения? Короче, нет, не помнит никто. А это свидетель Виктория Смолова, с которой было запрещено встречаться. А почему ее пригласили на новогоднюю вечеринку тогда? Потому что для того, чтобы понять, с кем можно общаться, с кем нельзя, надо знать перечень свидетелей. Но не надо быть большим юристом, чтобы понимать, что существует тайна предварительного следствия. И следователь не уведомляет ни меня, ни Елену о том, кто является свидетелем по делу. Короче, следователь не уведомил их о том, из-за тайны следствия, кто является свидетелями. Они пригласили толпу и не знали, что одна из них была. Ребят, ну если вас не уведомляют, значит, имейте в виду, что вас в любой момент могут и подставить, и не подставить, и привезти не только свидетеля, но еще и пострадавшего там, еще кого-то. Зачем тогда вообще кого-то звать, если вы даже не знаете, кто свидетель по делу? Зачем кого-то звать? Зачем провоцировать? Вам и так повезло, вы сидите дома. Короче, я считаю, что все-таки, конечно, Булиновская здесь ошиблась в плане того, как проводить надо домашний арест. Расслабилась. Когда прошло наказание Нового года? Дальше все понятно, как она юрист, как она оценила это все. Короче, ребят, в СИЗО до апреля, и я думаю, что потом тоже, потому что появились новые обвинения, и если появились новые обвинения, то, скорее всего, когда будет продление происходить, ее еще на три месяца продлят, так будет продлевать. Год она где-то просидит в СИЗО, потом дадут какой-то срок. Штраф, кстати, у нее также растет в день по 500 тысяч рублей, как пене за то, что она не выплачивает миллиард 400 миллионов рублей, так как собирается судиться с налоговой. Но адвокату ее еще заявила о том, что... А Елена вообще планирует платить что-то по долгам, налоги? А когда у тебя все арестовано, можно очень сильно планировать, но не получится. Не выплачивает по той причине, что ей арестовали все счета, и поэтому она не может оплатить, а вот штрафы типа ведут. Ну, странно, кто-то что-то недоговаривает явно. Просто интересно, почему суд не может сыскать ее счетов деньги? Потому что она хочет с ней судиться, она не признает эту историю. Не, ну просто обычно же сейчас там, если у кого-то он должник, у тебя просто с банковского счета списываются деньги и все. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу комментариев Маши. Так, распаковочку у нас. Мы, конечно, не будем снимать, как мы полностью там собирались. Хочу посмотреть, они будут одеты. Ну вот они идут, видишь, слоями. Короче, особо ничего интересного. Боже, это надо сидеть еще и листать, сколько по времени. Вот, один, два, третий. Охренеть, а ну нафиг. Это увлекательный. Это очень. Это увлекательный был. Аттракцион. Это самая большая книжка, которую я прочитаю. Ну, это понятно, да. Это не правда. Без вас. Это сортан. Далее без вас. Манит, манит, манит карусель. В путешествии по замкнутому кругу. Офигеть. Бэтмен. Офигеть. Так, вот тут, значит, у Маши сварилась. Такая часть машинки. Первая пакет. Ага, там еще внутри вот здесь какие-то заморочки. Это жесть. Второй пакет сейчас пойдет. Давай, поехали. Люди удивляются, почему Малиновский ходит по всяким шоу, участвует, с Сергеем Лазаревым перемещается. Почему он не в тюрьме за свою пирамиду краудвиз? Собственно, я вот это ему веду, да. На сцене певец Алекс Малиновский. В зале бывший стриптизер Михаил Генералов. Дальше учителя обещают котлеты денег всем ученикам. Мы будем делать бабки, мы будем делать все бабки. Дело возбуждено на краудвиз, но на неопределенное лицо или как там вот говорят. То есть лицо преступник неопределен. Хотя просто очевидно, кто основатель этой пирамиды, кто зазывал, кто обещал гарантированный процент. Который мы пипец как сильно раскачали. Кто обещал купить машину от 30% от стоимости. У кого был такой же кооператив, как у Life is Good, у пирамиды, да. Насколько мы умственно совершенствовали наш блогчей. Все налицо и все очень слишком очевидно. Очевиднее, чем даже в других пирамидах, которые возбудили дела. Учителя как мантру обещали доходность в 33% в месяц. Рискнул. Накупил монет сначала на 5000 рублей, заработал 7. И взвинтил ставки. Под 17% годовых мужчин взял кредит на полмиллиона. А дальше пирамида посыпалась. По слухам, половой орган Алекса Малиновского достигает 27 сантиметров. Откуда это в интернете? Алекс Малиновский, мое сердце занято. Как он там песню посвятил? Кто кому, кстати? Вкус малины на губах. Это кто, Лазарев сел? Да. Вкус малины на губах? Сладкий вкус малины на твоих губах. Вкус малины, текст знаешь какой там? Я думал, это любовь, но все гораздо хуже. Я в тебе глубоко, а ты во мне еще глубже. Умеете, могете просто. Это не ты, это я без оружия. Представляете, это вот текст песни «Вкус малины». Глубокий смысл. Да, Сергей Лазарев спел. Просто малине посвятил. Так вот, о чем я? О том, что он дает интервью. И в этом интервью на ютубе самый популярный комментарий, который набрал самое большое количество рейтеров. По слухам, половой орган Алекса Малиновского достигает 27 сантиметров. Откуда это? И вот начало про 27 сантиметров. Я реально это сейчас в первый раз слышу. Это новое радио. Самый популярный комментарий. Знаете, какой, ребята? Почему человек, создавший финансовую пирамиду и обдуривший тысячи людей, так свободно гуляет и раздает интервью? Кто его крышует? Человек без стыда и совести. Деньжата ему хватит еще на одну суррогатную мать. Это жестко, конечно. Но люди бесятся явно. Явно, понятно, из-за чего. Им не нравится, что человек просто спокойно соорудил пирамиду. Все про это говорили. Драссия 24. Кто только про это не говорил. Тули не возбудили дело на Малиновского. Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Маша собрала конструктор нереально огромный получился. Ну, большой, да? Все тут показывать очень долго, очень сложно. Тут просто, я не знаю, стука деталей, подсветки, разные человечки. Все это, коробка закрывается, открывается. Парателизор. Где? А, да. Пипец. Сколько ушло времени? Пошли. Ну, если, наверное, суток считать, думаю, трое суток, если безулызно сидеть. Так-то я по два часа. Пипец. Трое суток, ребята. Это все вот крутится, вращается. Создаёт здесь разные эффекты. Короче, собирайте конструкторы, чтобы голова работала. Для расследователей это особенно полезно. Вы можете наблюдать их между собой. Вы можете показывать их потенциальным партнёрам. И это будет самый-самый весомый аргумент, товарищи.